Всем здравствуйте! Нет, я ругать вас сразу не буду. Смотрите, МЧС приезжает и ругается тогда, когда вы, скажем так, пошли в пещеру и никого не предупредили. Предупредить пассажир, который находится так далеко, в общем-то, не очень большого труда составляет просто сказать ребятам, ребят, ну, ну, пошли, грустно, собственно говоря, прогуляться, вернемся тогда-то, на свет должно выйти примерно в это время. Потому что пещера это, прежде всего, мало того, что там, если человек получил какую-то травму, его оттуда трудно достать, скажем так. Пещера это еще то место, откуда трудно дозвониться, это какой-либо помощь. Поэтому прежде чем кто-то не выберется на поверхности, не сообщит о случившемся, об этом никто не узнает. Ну, как бы, скорые спасатели не приедут спасать, если они не знают, кто-то с вами что-то случилось. Поскольку у нас разговор не только о экстремальном туризме, большинство наших товарищей, которые мы приходим на помощь, находятся все-таки в зоне обычного туризма, то, что не подразумевает, вроде бы, никаких опасностей, это чаще всего лес, лесные какие-то походы. Причем это элементарные прогулки, элементарный поиск грибов, ягод или просто красивых мест в лесу. Иногда это все заканчивается весьма плачевно для того, кто туда ушел. Так вот, собственно, пещеры начинаются у нас с оповещения, да, хотя бы отряд МЧС. Поход в лес желательно бы начать с того, что вы оповестили кого-то из своих родственников, что хотите куда-то пойти. Хотя бы примерное место, куда вы пойдете, когда вы пойдете, когда вы планируете вернуться. Так что случай, когда родственники сообщают о том, что наш дорогой брат, сад, бабушка и дедушка уже не две с недели назад, и до сих пор не вернулись, а мы узнали об этом только что, к сожалению, для бабушек, дедушек и всех остальных заканчивается весьма и весьма грустно. Дальше. Чтобы мы могли вам помочь в случае каких-то опасностей, хорошо бы захватить с собой телефончик, не жалея, что вы его можете где-то испортить, повредить, намочить и так далее. Без телефона мы тоже не узнаем о том, что с вами что-то случилось. Телефон вам поможет тогда, когда нет связи обычной сотовой. Телефон вам поможет тогда, даже когда он в минусовом балансе, в роуминге и так далее. Потому что есть телефон 112, который работает вне зоны действия сети, в минусовом балансе, в другой сети и так далее. То есть экстренную помощь по нему вызвать можно всегда. Что делаем вы как поисково-спасательный отряд? Мы являемся добровольным поисково-спасательным отрядом. То есть все участники отряда... Кто-то прошел уже обучение на спасателя, арестовался и, скажем так, помогает службам и силам спасать граждан. Кто-то только волонтер, только учится. Но, тем не менее, большая часть отряда у нас это кинологи. Соответственно, что мы делаем? Мы обучаем людей и собак искать потерявшихся в лесу. Поскольку это одно из самых эффективных средств поиска тех, кто туда ушел. И, ну, в общем, по той или иной причине не может выбраться сам. Осмотр местности, либо другие какие-то средства, они не столь эффективны. Поскольку нос собаки – это универсальное средство для поиска любого потерявшегося. Неважно, какого он пола, неважно, какого он возраста, собаке учатся искать всех людей. Просто запах людей. Поиск с беспилотников и других летательных средств, он эффективен только тогда, когда мы знаем, что это пострадавший, который ушел в какие-то открытые местности. То есть это поля, луга, и вот там, да, там его реально найти. У нас были такие случаи, то есть это все естественно. В лесу чаще всего это ножки нас, ножки наших собак, ну и, в общем-то, большая-большая часть удачи. Вот. Что еще хотелось сказать? Наши граждане очень часто уходят в лес в весьма незаметной одежде. Незаметной для нас, незаметной для любого средства поиска сверху, поскольку зеленый камуфлированный костюм сливается с лесной чащей уже в двух-трех метрах. Что это значит? Это значит, что если с вами что-то случилось, даже если вы вызвали помощь, но как бы с вашим местоопределением возникли, естественно, проблемы, можно пройти мимо вас, нежащего, не подающего признаки жизни, да, не кричащего, не голосившего, нескольких метров. Поэтому желательно бы, чтобы вот те, кто ходит в лес даже на несколько часов, а-ля «я же не потеряюсь, я же знаю этот лес», брали с собой какую-то заметную одежду, либо другую часть гардероба, я не знаю, бандану, повязку, шарф, яркий рюкзак. Вот поверье наших людей, что клещи бросаются на все светлое, на самом деле это, ну, из разряда бред и сказок. Клеща будут сугубо параллельно, какого цвета ваша куртка и ваши штаны. Просто на светлом этих клещей намного больше видно. Ну, то есть вы увидели клеща и сняли. С зеленой курточки вы этого клеща, во-первых, не увидите, во-вторых, соответственно, не снимите. Так вот, чем ярче ваша одежда, тем проще вас найти в какой-то зоне леса. Потому что, смотрите, поиски в лесу это несколько часов блуждания. Через 5-6 часов все, что формата черно-коричнево-зеленое, оно сливается в глазах у тех, кто, в общем-то, ищет. Ну, и со всеми втекающими последствиями. Что еще из рекомендаций? Хорошо бы брать с собой спички и хоть какой-то небольшой полончик с водой. Спички не как средство пожечь сухую траву, да, о, прикольно, сухая трава, да, на этот разжен. Нет, а спички как средство дать какой-то знак спасателям. Соответственно, если вы не можете двигаться, разжигаете домовой костер, ну, и, в общем-то, по костру у вас заметно и сверху, и снизу, и вероятность того, что вас найдут, ну, достаточно большая. Вода, жаркое время года, летнее время года, ну, достаточно полезная вещь с собой, несмотря на то, что вроде бы это тяжело, и зачем же ее с собой брать. Вот. Что еще? Весь набор озвучивать долго, с одной стороны, с другой стороны, сколько его не озвучивать, никто его с собой не берет. Конечно, в идеале это какой-то минимальный набор медицинских препаратов, которые вы любите принимать. Это какой-то минимальный набор. Сейчас объясню, почему вы именно любите принимать. Это минимальный набор каких-то средств самопомощи, типа пластырей, бинтов, жгута и тому подобного. По поводу лекарственных средств, которые вы любите принимать. Таблеточка, которую люблю принимать я, может быть сильным аллергеном именно для вас. Соответственно, если вас кто-то найдет, а у вас не окажутся ваши любимые таблеточки, которые вы принимаете в определенное время суток, ну, к сожалению, мы вам помочь немного, чем сможем. Дальше. Хорошо выбрать какой-то хотя бы небольшой запас быстрых углеводов. Об этой вещи знают туристы, но очень часто забывают те, кто просто ходит в лес, ну, просто погуляться. Туристы знают, что если они пошли в достаточно долгий-недолгий поход, но тем не менее рассчитывают, что примерно каждый час они должны кинуть в себя небольшую порцию быстрых углеводов. Что это значит? Это какие-то шоколадки, там, не знаю, конфеты наподобие сникерса и тому подобных, которые содержат много сахара, соответственно, сахар это энергия. Это то, что поддержит вас в случае, ну, если вдруг что-то случится. А если вдруг что-то случится, в лесу бывает не только с теми, кто и заведомо болен, шли, загляделись на красивый вид издалека, не увидели ямку, споткнулись, сломали ногу, а вы один в лесу. Ну, в общем-то, от болевого шока никто не застрахован, выйти из леса со сломанными ножками могут далеко не всех. Принц? Что? Как выходить, звонить 112 и говорить, что с вами случилось. Причем, смотрите, если вы позвонили все-таки спасателям на 112, не нужно пытаться идти им навстречу. Чаще всего это бывает в обратную сторону. Ну, то есть, вот, вы считаете, что вы идете оттуда, откуда вы пришли, а вы идете в обратную сторону. И, соответственно, зона вашего поиска нами увеличивается на 3, 5, 10 километров в зависимости от того, в каком состоянии вы идете. Сейчас, Михаил, дальше. будет рассказывать про некоторые эпические поиски, поэтому, в принципе, станет немножко понятнее. А вот. Ну, в общем-то, передаю слово Михаилу. Можно я быстро спрошу? Вот из всего перечисленного я почему-то не слышала компас, хотя мне напрашивался этот предмет. Он вообще поднужен, в походе? Поднимите руки в зале. Кто умеет пользоваться компасом? Ну, то есть, понимаете... Два, три, четыре, пять, шесть. Берите. Из, из, да. Вот, то есть, смотрите, слово компас, и как он выглядит, знают, ну, наверное, многие. На вопрос, сколько у компаса стрелок? Сколько у компаса стрелок? Одна. Отлично. Так вот, соответственно, рекомендация, да, человеку компас, ну, в общем-то, это бесполезное средство, которое его только может запутать. Человек, не знающий, что с ним делать, в общем-то, может и уйти в другую сторону, и, ну, несколько усложнить жизнь самому себе. Компасу карта нужна, ну, бесполезно. Компасу нужна карта, соответственно, это нужно очень сильно озабудить тем, ну, солото, той местностью, куда вы идете. А нужно ли знать вообще, где мы находимся, то есть север, юг, восток, запад? Вот, определять эти стороны света по мху, скажем, на дереве, это вообще полезно. Вот в случае опасности, например, мы понимаем, что мы потерялись. Вот, заходя в лес, вот самое объективное для обычного, обычного статистического гражданина, заходя в лес, будет примерно запомнить, в какую сторону ему греет солнышко. Соответственно, примерно, прикидывая, что в 6 утра у нас в летнее время года, да, солнышко у нас встает на востоке, в районе обеда у нас оно на юге, собственно, часов в 7 вечера, ну, плюс-минус, да, от зоны, оно где-то в районе запада. Соответственно, если вы зашли утром, солнышко вам светило в спину, то где у вас находится восток? За вашей спиной. Ну, и так далее. Ориентир по мху, веткам деревьев и тому подобным вещам, он, скажем так, не всегда объективен, потому что муравьям, честно говоря, чаще всего по барабану, север или юг. Им больше интересна роза ветров в данной местности. И, соответственно, муравейник они строят тоже под эту розу ветров. Насчет мха на деревьях, если кто-то был в Хировской области, там, простите, мох на деревьях со всех сторон. Даже на ветках, даже наверху. Где север? Везде, да. То есть, вот, это те варианты, которые вас только запутают, они не дадут объективной информации.